Прогулка с собаками по живописным тропинкам теперь доступна и для тех, у кого своей собаки нет. Активисты проекта «Живые тропы Карелии» совместно с Первым Петрозаводским общественным приютом создали собственный маршрут, по которому прогуляться с хвостатым может и стар и млад. Татьяна Калеева подробнее. Директор Первого Петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко показывает волонтерам проекта «Живые тропы Карелии» условия, в которых проживают животные и рассказывает о здешних постояльцах. Кошки у нас содержатся в трех домиках, которые так и называются – кошатники. Сейчас в приюте содержатся 120 собак и до 80 кошек. Каждому хостику делают прививки и следят за его здоровьем. А перед тем, как оказаться в общей клетке, животное 10 дней отсиживается на карантине в одиночной камере. Волонтеры приюта постоянно выполняют много тяжелой работы. Так выгулить за день 10 собак или размешивать кашу в 40-литровой кастрюле может не каждый. Потом эту кашу надо разложить по ведрам, остудить и развести на тачках по вольерам, по всему приюту. И это только часть работы. Сегодня на помощь к ним пришли добровольцы проекта «Живые тропы Карелии». Активисты собирают информацию об уникальных, живописных и интересных местах Карелии. Записывают безопасные маршруты, которые помогут путешественникам не сбиться с пути. Один из таких маршрутов – рядом с приютом. Теперь по этим тропинкам добровольцы проекта гуляют вместе с собаками приюта. Летом к нам обратилась руководитель велодвижения Карелии Анастасия Неровная с предложением включить приют в проект «Живые тропы Карелии». Мы вместе с ней разработали вот этот маршрут по живописным окрестностям приюта в районе Песков, в районе Соломиного. И сейчас этот проект начал работать. Добровольцы проекта теперь выгуливают собак через лес к Канежскому озеру. Диане 8 лет. Она первый раз в приюте и сразу нашла контакт с пушистой подругой по имени Шейла. Мне хорошо. Первый раз гуляю. Это классно. Почему? Ну, потому что эта собака игривая, такая хорошая. А сама бы хотела себе животное? Да, очень сильно. Доброволец Лиза начала ходить на прогулки с собаками в августе, когда проект «Живые тропы Карелии» стал совместно с приютом проводить свои акции. Я думаю, каждому из нас это нетрудно сделать. Хотя бы один раз в месяц или в неделю просто прийти и погулять с собакой, если нет возможности помочь каким-то другим образом. Ничего, наверное, не заменит вот эти вот ощущения, когда ты приходишь домой и понимаешь, что за этот день ты сделаешь что-то действительно важно и полезно. Я счастливила одну собаку. Волонтеры приюта рассказывают, что гулять с собаками приходят люди всех возрастов. Чаще всего это родители с детьми или молодежь. Сама Елизавета пришла сюда пять лет назад, чтобы побороть свой страх перед собаками. Дети реагируют очень эмоционально. То есть кому-то прям такая радость, что вау, собачки добрые, классные. Ну, кто-то реагирует на кошечек, конечно, больше, что с ними можно почискаться, помячкать их. Вообще некоторые дети, конечно, боятся собачек. Но мы стараемся объяснить детям, что собачки у нас не злые, хорошие, контактные и добрые. Погулять с собаками приюта может любой желающий. Нужно только зарегистрироваться в группе ВКонтакте «Живые трупы Карелии» на одну из встреч. И не забыть хорошее настроение для хвостиков, которым так не хватает дома. Татьяна Калиева, Станислав Шведов, Служба новостей.